Добрый вечер! Прибыльным и уважаемым мусорный бизнес в Кобрине прошло выездное заседание Брестского облсполкома, участники которого вели предметный разговор о состоянии работы по осуществлению раздельного сбора вторичных ресурсов и задачах по выполнению в Брестской области государственной программы заготовки и переработки вторсырья в Белоруссии. Перспективы и новые грани познавательного туризма на Брещене. В областном центре прошел круглый стол с участием туроператоров Берестейского региона и Польши, а также представителей ведущих СМИ двух сторон диалога. Креативные и продвинутые, изобретательные и талантливые, яркие и неповторимые. В городе Бресте масштабно отмечают День молодежи. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. О состоянии работы по осуществлению раздельного сбора вторичных ресурсов и задачах по выполнению в Брестской области государственной программы заготовки и переработки вторсырья в Белоруссии, говорили участники состоявшегося заседания Брестского областного исполнительного комитета, которое прошло на базе Кобринского района. Также рассматривался вопрос о выполнении мероприятий по сокращению объемов в Брестском регионе сверхнормативного незавершенного строительства на 2011-2015 годы и качества выполняемых строительно-монтажных работ. О прибыльном бизнесе, коим является сбор и переработка вторсырья и все ли благополучно в строительной отрасли на Брещене, расскажет Лариса Осмолович в первом материале выпуска. Выбор Кобрина для проведения выездного заседания Брестского областполкома не случайен. Именно этот районный центр первым в стране начал заниматься сбором и переработкой мусора так, чтобы этот процесс смог со временем приносить и пользу, и деньги. Доходный бизнес по всем статьям, считает руководитель Коблинского райисполкома Александр Зазуля. Только подходы к его организации должны быть выверены и вымерены, а потому начинали понемногу, конечно, использовали европейский опыт. Вложения достаточно солидные, но и отдачи не заставят себя ждать. Такого же мнения придерживается и губернатор региона Анатолий Лис и вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин, принявший участие в заседании. Раздельный сбор мусора – это главный этап для того, чтобы двигаться дальше в вопросах использования и переработки коммунальных отходов. Вторичные ресурсы – это доходный бизнес не только в мировой экономике, но и уже в Республике Беларусь. Поэтому только нужно серьезно заниматься. Мы должны извлечь все. А Минприрода должно стоять на полигонах и контролировать ситуацию. Потому что не должны мы захоранивать, мы не настолько богаты, чтобы захоранивать вторичные материальные ресурсы. И Сергей Александрович говорил, что это вышли уже близки к рентабельности в целом по вторичным материальным ресурсам. Поэтому будем помогать через оператора создавать новое производство. Созданная в Ковринском районе система сбора и переработки вторичных материальных ресурсов позволила довести долю извлечения из общего количества твердых коммунальных отходов до 22%. Для сравнения по стране и по области эта цифра составляет 15%. Правительством планируется до конца года достичь 25%. Проделанная на Брещене работа в этом направлении внушительная. В области оборудовано более 2200 контейнерных площадок с установкой на них порядка 9000 контейнеров для вторресурсов. На предприятиях ЖКХ работают 259 мусоровозов. Функционирует мусороперерабатывающий завод в Бресте. Первая очередь МПЗ в Барановичах. Сортировочно-погрузочная станция в Пинске и линии сортировки во многих районных центрах. Как итог, за текущий период 2015-го в Брестском регионе собрано порядка 62 тысяч тонн вторсырья, бумаги и картона, стекла и полимерных отходов, текстильных материалов и изношенных шин, строительных отходов. Все вышеназванное пошло в переработку. Экономия – да, выгодно, несомненно, живые деньги, но есть и другая сторона выгоды. Даже не в первую очередь это экономика, а в первую очередь это тема здоровья населения, это сохранение тех природных ресурсов, которые и вода, и реки, и лес, и все остальное. Поэтому сегодня тема нашего семинара, она не просто так, еще раз я вам говорю, для галочки, чтобы мы проехали, посмотрели. Сегодня мы покажем, мы показали мини-полигоны, мы сегодня поговорим о стратегии, о развитии, чтобы вы все понимали, в каком направлении мы будем двигаться, примем решение, а дальше мы будем спрашивать. По крайней мере я. Я уже не буду рассказывать, как надо, а буду говорить, что в Кобрине мы все показали, как надо делать. И председатели исполкомов выберите это на вооружение, потому что вам необходимо будет это выполнять вместе со службами, которые сегодня есть. Опыт Кобринского региона использовать рекомендовано всем районам, ведь он в своем роде уникален. В данном вопросе сработали единым фронтом. Райсполком и коммунальные службы, Центр гигиены и управления образованием. Установили контейнерные площадки по раздельному сбору мусора и организовали информационные кампании, агитирующие за раздельный сбор отходов. Сетовать на нехватку денежных средств не стоит. В Брестской области межведомственной комиссией предусмотрено выделение дополнительных денежных средств операторам вторичных материальных ресурсов в размере порядка 9,5 миллиардов рублей, которые будут направлены на приобретение техники и свыше 14 миллиардов на приобретение сортировочных линий. Все это для того, чтобы извлечение вторичных материальных ресурсов при эффективной организации работы стало доходным бизнесом. Программа оговорена, если касается коммунальных бытовых отходов, то 25% мы должны извлекать. Эта задача поставлена в том числе и перед областью, то есть из общего объема, который образуется, мы 25% должны извлекать. Эта задача ставится на следующий год, к концу следующего года, хотя она стояла и раньше, она стояла и к концу 2015 года, такая в программе задача, но есть разные условия. Брестская область будет иметь комплекс машин и механизмов для максимального излечения твердых коммунальных отходов и переработка во вторичные материальные ресурсы. Здесь цели и задачи поставлены правильно, недостаток, правда, средств, но мы договорились в этом где-то и помочь Брестской области за счет средств оператора. В целом работа выгодна, то есть процент окупаемости, рентабельности, достаточно покрытия всех затрат. То есть работа эта прибыльна в целом, только если ее эффективно организовать, как вот Кобрине. У нас в республике два города, Кобрин и Щучин, мосты, где работа поставлена на высоком уровне и есть соответствующий результат. Второй, не менее важный вопрос, сокращение объемов сверхнормативного, незавершенного строительства и повышение качества работ. Мы же не говорим о том, что мы вообще не будем строить. У нас очень много объектов уже начатых, высокой степени готовности, прежде всего их надо окончить. И второе, новых объектов мы не начинаем пока, поэтому завершить эти, ну и естественно планировать наперед, Жижа не останавливается, поэтому мы планируем и объекты соцназначения, и производственные объекты у нас строятся. Да и у нас же разные формы собственности сегодня, не только государственные деньги, привлеченные средства есть, инвесторов средства. Поэтому стройка не остановится в любом случае. Сегодня объемы и темпы строительства снижены, а потому самое время, на взгляд Анатолия Лиса, более принципиально подходить к подбору квалифицированных кадров, которые выполняли бы работу качественно. Только этот показатель даст путевку на приобретение выгодных заказов и тем самым обеспечит высокие зарплаты строителей. Все взаимосвязано. Этого же мнения придерживается и вице-премьер Белоруссии Анатолий Калинин. Тем более, что в скором времени введется система управления проектами. Такой пример действует уже при строительстве атомной, где четко расписаны все процессы, вся ответственность и выход на конечный результат. Такую систему управления качеством мы планируем ввести с 1 января 2016 года. Качество, это сроки, ответственность строителей. То есть во всем, начиная от проектирования, выбора, площадок и так далее, технологии соблюдения. Вот это сегодня выходит на первый план. Ну и, естественно, исходя из этого, это и квалификация, значит, как мы говорили, проектировщиков тех же, потом ответственность местных органов власти за то, какие они предоставляют участки и под какие цели. Следующий вопрос – это наличие средств. Мы должны понимать, не просто втягиваться в объект, когда мы не видим, за счет чего мы его можем профинансировать. Поэтому сегодня на первый план выходят эти вопросы. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы «Искобрено». К другим темам. Развитие взаимоотношений между Беларусью и Польшей продолжается уже не один десяток лет. Сегодня, когда два государства являются приграничными регионами двух интеграционных объединений, особенно важным остается взаимное сотрудничество в различных экономических, политических, социальных направлениях, одной из разновидностей которых является сфера туризма. В городе над Бугом состоялся круглый стол с участием туроператоров Берестейского региона и Польши, а также представителей ведущих СМИ двух сторон диалога. О чем шел разговор во время мероприятия, а также о первых его итогах – подробнее в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Опыт и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма и его информационного обеспечения. Именно эта тема очертила круг вопросов и мнений, которые прозвучали во время круглого стола в спортивном комплексе Брестки. Журналисты и туроператоры Берестейского региона и Польши обсудили большой перечень предложений, актуальных для развития приграничного сотрудничества. В последнее время интеграционные процессы в политической и экономической жизни двух государств интенсифицировались, что в свою очередь дает основания говорить о новых предложениях и новых проектах, которые появятся уже в ближайшее время. Цель одна – объединение, интеграция, расширение возможностей туристов, приехать к нам, наших увидеть в польскую сторону. Тем более на сегодняшний момент уже начал действовать указ президента о безвизовом режиме посещения территории Национального парка Беловежская пуща. Вот сегодня представитель Национального парка также здесь. Здесь он расскажет о тех возможностях, какие предоставляются для того, чтобы нам совместно работать для увеличения туристического потока. Серьезным шагом для развития туризма Берестейского региона и Польши стало открытие 12 июня 2015 года безвизового маршрута для европейских туристов в Беловежскую пущу. Процесс подготовки этого решения обсуждался неоднократно и, наконец, он был определен в положении, установленном постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 мая 2015 года. Теперь пересечение государственной границы и пребывание иностранцев на территории Национального парка разрешено на основании действительного паспорта или иного документа, его заменяющего. Чтобы стать на несколько дней гостем живописного пружанского природного уголка, необходимо лишь пройти специальную регистрацию на сайте Национального парка Беловежская пуща. Первые туристы уже ценили плюсы такого отдыха. На Беларуси уже не первый раз. И всегда приезжала на Беларусь после получения визы. А сейчас без проблем. Только страховка, паспорт и уже мы в Беларуси. Очень рад, что сегодня есть такая замечательная возможность безвизового перемещения в Республику Беларусь. После этого мы ждали много-много лет. Здесь у нас практически нет межязыковых проблем или недопонимания. Как, например, в других странах. Хорошо, что любой желающий может воспользоваться такой возможностью. Надеюсь, что когда-нибудь также смогут ездить к нам и белорусы. На территории Национального парка создана серьезная инфраструктура для пребывания туристов. Имеется и пункт общественного питания, парадка восьми точек. Имеется инфраструктура для разного уровня посетителей от мала до велика. И поместья Деда Мороза, и музей природы, и вольеры, и музей народного быта и старинных технологий. Вся инфраструктура создавалась годами. Здесь огромное вливание, вложены средства. Поэтому это, наверное, единственный правильный шаг для того, чтобы на самом деле использовать эту инфраструктуру по назначению. Сегодня Беловежская пуща – один из уникальных природных островков мира, посетить который с удовольствием спешат и взрослые, и дети. Кстати, только за пять месяцев этого года гостями Национального парка стали около 75 тысяч человек, порядка 300 из которых воспользовались новой возможностью безвизового режима. Современному научно-рекреационному природному комплексу есть что предложить взыскательному европейскому туристу. Территория огромна, то есть нам есть что показать. Это экскурсионные объекты, музей природы, экскурсионные вольеры, поместье Деда Мороза, музей народного быта, это увлекательные обзорные экскурсии, останется в наших гостиницах и отведать белорусскую кухню в наших точках питания. Находясь на стыке трех культурных пространств, Брестская область уникальна в культурно-историческом плане. Эта особенность позволяет развивать в нашем регионе познавательный туризм. Одним из важнейших ресурсов является богатая самобытная духовная традиция. Познакомиться с ней можно, посетив храмы разных конфессий, представители которых, несмотря на время и возможные трудности, живут в нашем регионе в мире и согласии. Кроме значительного количества культурно-исторических объектов, новый импульс развитию Брещины придает и агротуризм. Живописные пейзажи, благоприятная экология и неповторимый деревенский колорит привлекают гостей не только из Беларуси, но и из других стран мира. Возможность полноценно отдохнуть за довольно демократичную денежную сумму сегодня оценена туристами по достоинству. Продолжат открывать новые страницы в летописи истории Беларуси и сотрудники музеев. Большое количество новых и, что немаловажно, интересных экспозиций открыли свои двери для посетителей в последние несколько лет. Уникальная историческая составляющая вернисажей удачно дополняется современными мультимедийными технологиями. Большой, пока малоизвестный за границей потенциал, может уже в ближайшее время существенно повлиять на туристические взаимоотношения Берестейского региона и Польши. Я уже давно работаю с Беларусью, но сейчас был такой перерыв. Больше туристов отставали в Украину. Сейчас, в связи с тем, что такая ситуация политическая на Украине, наши туристы решили посмотреть уже Беларусь. Ну а первый город, это, конечно, Брест. Ну и без Бреста невозможно смотреть Беларусь. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорт Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. В год 74-летия начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в мемориале Брестская крепость-герой прошел митинг-реквием, участниками которого стали порядка 7 тысяч берестейцев и гостей из разных уголков Беларуси и стран постсоветского пространства. Участие вне памяти скорби принял святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл, который находился в Беларуси с официальным визитом. За упокой души всех принявших первый неравный бой на берегу реки Буг, предстоятель Русской Православной Церкви провел патриарший молебен в Николаевском гарнизонном соборе. А накануне трагической даты, 21 июня, в праздник Собора Белорусских Святых, предстоятель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе. На небольшую площадку Свято-Воскресенского собора в Бресте прихожане начали приходить задолго до начала службы, еще в 6 утра. К прибытию предстоятеля Русской Православной Церкви здесь собралось порядка 7 тысяч человек. Каждый хотел увидеть, прочувствовать присутствие столь великого человека, патриарха всей Руси Кирилла. «Яблоку негде упасть» – это выражение весьма уместно в данном контексте, а потому, чтобы каждый услышал святейшего патриарха, была организована прямая трансляция божественной литургии через мониторы. Я верую в Господа, что Он есть, что все люди тоже веруют в Господа, и что мы должны стремиться к Господу. Я думаю, что самое главное – это, чтобы между людьми существовала любовь. Будет любовь, любящий человек никогда никого не обидит. Благодать, спокойствие, благополучие, радость необозримая и неописуемая. Четвертый визит главы Русской Православной Церкви в Беларусь приурочен сразу к нескольким памятным датам. В этом году отмечается тысячелетие со дня представления крестителя Руси князя Владимира. От скорби происходит терпение, а от терпения происходит опытность. От опытности происходит надежда, которая не посрабляет, потому что любовь Божия вошла в сердца нашей силы Духа Святого. А разве не происходила эта борьба со скорбями? А ей разве внесли жребень терпения наши народы? А разве не обретали они удивительную опытность, ставшую народной мудростью? А разве когда-то теряли надежду? Никогда. Потому что любовь Божия с силой Святаго Духа через купель крещения прикаснулась и прикасается к каждому последующему поколению наших людей, помогая в том числе и сохранять великий, блистающий красотой, идеал святости, покоривший святаго князя Владимира. Частица мощей великого князя Владимира доставлена в Брестский храм. Святыня будет доступна для поклонения верующих до 24 июня. В совместной молитве с патриархом каждый пришедший думал о своем. Но все вместе просили о мире в соседней Украине, вспоминали погибших на фронтах Великой Отечественной и искренне надеялись, на белорусской земле по-прежнему будет мир и спокойствие. Не случайно божественная литургия совершалась в Свято-Воскресенском соборе, построенном в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в самом величественном храме Брестской епархии. Здесь было сказано много слов о значимости мира. В своем обращении патриарх поздравил белорусских верующих с праздником и призвал ценить и беречь спокойствие в нашей стране. Благочестивый белорусский народ, отмеченный какой-то особой божьей харизмой, спокойствием, смирением, которое не является слабостным, способностью слушать и слышать благочестное вот в этом народе особо попросту, должен сегодня расцветать дар Духа Святаго, дар веры, а вместе с тем и терпения, и опытности, и надежды. Выступая перед верующими с пастырским словом, Святейший напомнил, что для всех народов, вышедших из Киевской купели Крещения, на протяжении многих веков национальной идеей и идеалом, которым нужно стремиться, была святость. По мысли патриарха, не было более яркой и привлекательной цели, как уподобиться святому, и эта ценностная доминанта определяла и обычную жизнь, и ситуация подвига, как во время Великой Отечественной войны. Я сегодня, приблизившись к этому замечательному храму, и вспомнил ваши рассказы, и убедился в том, что действительно, на западе, в портбежье Святой Руси, существует духовное твердвение, православная церковь, пресса. И всех вас, мои дорогие, во главе слады Иоанна, я сердечно приветствую и призываю на вас благословение Божие. Не каждый день с патриархом в пяти метрах стоишь друг от друга. Самое главное, что вы вынесли из такого обращения потрясающего патриарха? Самое главное, что он сказал, что мы, белорусы, смиренные, но это не значит, что мы слабые. Мы сильные как духом, телом, как интеллектуально, он сказал, как духовно. И мы фортпост православия на западных рубежах нашей Родины. Провести божественную литургию патриарху помогали архиереи белорусского экзерхата, представители православных епархий из России, Украины, Польши и многочисленное духовенство. Ну а по окончании богослужения Иерарх выпустил в небо белых голубей, символ Святого Духа. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, интересном, важном. Период высокой пожарной опасности установился в области с начала летнего сезона. Отсутствие обильного снежного покрова в холодную пору и регулярных осадков весной до наступления первых знойных дней предвещали непростую ситуацию, связанную с угрозой возгорания. На протяжении месяца обстановку внимательно изучали сотрудники МЧС Брестской области, делали свои заключения и принимали меры по недопущению пожаров. Работа по нескольким направлениям активно осуществляется и по сей день. О том, какие актуальные вопросы во главе угла у берестейских спасателей, расскажет София Бережная. В связи с высокой пожарной опасностью и большой угрозой возгораний в лесных массивах, в знойный сезон в каждом из районов области велось тщательное изучение обстановки на отдельных лесных территориях. Загорание травы и кустарников – жаркий период, как известно, явление нередкое. И количество установленных природных пожаров с начала месяца в области, лидерами по которым стали Столинский, Пинский и Лунинецкий районы, дало спасателям все основания держать ситуацию под особым контролем. За обстановкой наблюдали и представители лесного хозяйства, природоохранных организаций, а также органы внутренних дел. К моменту подготовки сюжета съемочной группы телекомпании «Бук-ТВ» во всех, без исключения районах, была принята общая мера по предупреждению опасности для населения, прибывающего на лесных территориях. Запрет на посещение лесов введен во всех районах области. Для предупреждения пожаров в лесных массивах, для проверки исполнения гражданами введенных ограничений, сотрудники МЧС совместно с работниками лесохозяйственных объединений проводят регулярные рейдовые мероприятия по лесам. Совместные рейды по выявлению нарушителей – необходимая мера. Несмотря на стабилизацию ситуации, сегодня в отдельных районах области установленные ограничения не утрачивают своей силы. Желающим поживиться дарами леса стоит внимательно изучить правила посещения леса территорий, согласовывать пребывание с ближайшими лесничествами, помнить о назначении шлагбаумов, обращать внимание на таблички с информацией и не забывать. Игнорирование ограничений величит за собой административную ответственность. На сегодняшний день в связи с немножко прошедшими дождями пожарная обстановка немного нормализовалась. На момент вынесения решений установился четвертый класс пожарной опасности. На сегодняшний день по юго-западу области он уже снижен до третьего класса, а по западной части вообще второй класс пожарной опасности, что позволяет разрешить, особенно может даже в ближайшие выходные, разрешить населению области посещение лесного фонда. Помимо активного надзора за пожароопасными лесонасаждениями, сотрудники МЧС проводят профилактические риты по предприятиям сельскохозяйственного назначения. В преддверии уборочной кампании спасатели проводят проверку противопожарного состояния объектов, а также знаний и соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности при работе на мощной уборочной технике. Один из таких рейдов прошел в агрогородке Ракитница в Жабенковском районе. Его сотрудникам огнеборцы на примере показали способы ликвидации возгораний. Люди должны понимать и знать, что такое может произойти в любую минуту и с каждым. Это все-таки уборка урожая, работает техника. Техника работает очень большая, энергонасыщенная. Большие объемы топлива находятся, поля, солома – это все легко воспламеняемые материалы. На сегодняшний день комбайны, укомплектованными всеми необходимыми средствами пожаротушения, подготовлено у нас две группы комбайнов. Это 8 комбайнов разделены на две группы по 4. В каждой группе имеется непосредственный трактор с бочкой, которая подает воду не менее 80 метров кубических. И она следует за комбайнами. Находится все время полностью с выезда комбайна от мехдвора до поля и до возврата на мехдвор. Она полностью обеспечивает безопасность их. Соблюдение правил безопасности при уборке урожая работниками сельхозпредприятий – тема актуальная. А потому сотрудники МЧС считают необходимостью проводить профилактические мероприятия вплоть до окончания кампании. На основе тех недоработок, которые были в прошлом году зафиксированы, можно подвести итог, что в итоге уборочной страды на территории Брестской области было зафиксировано 17 фактов пожаров. Два из них на комбайнов, два пожара имели место на хлеба на корню на территории Столинского и Баранского районов. И причины – нарушение правил пожарной безопасности. Поэтому наша общая задача совместно с работниками сельского хозяйства – вот сейчас, в преддверии уборочной страды, провести очень серьезную профилактическую работу. Жаркий период добавил работы спасателям области. Однако, несмотря на целый комплекс сезонных мероприятий, огнеборцы плодотворно работают во благо безопасности населения Брещены. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Одно из первых транспортных средств, которое осваивает большинство из нас – это велосипед. Удобный, экономичный и полезный железный конь без проблем доставит к ближайшему пляжу на встречу с друзьями или просто поможет осмотреть окрестности. Однако, зачастую, овладев навыками грамотного рулевого управления и педальной работы, велосипедисты забывают, что они – непосредственные участники дорожного движения с правами и обязанностями. А между тем, ежедневно в стране фиксируется не одно происшествие, в центре которого находится двухколесный транспорт, либо его владелец. Как избежать неприятностей, выбрав в качестве средства передвижения педали здоровья, узнавала наш корреспондент Анастасия Стропко. Быстро, экономно и зачастую очень приятно из точки А в точку Б летом поможет добраться верный железный конь, имя которому – велосипед. Помимо всех вышеперечисленных достоинств, это транспортное средство обладает еще одним серьезным преимуществом по сравнению с остальными. Оздоравливающий эффект от велопрогулки сложно не заметить. В ее процессе задействуется почти 95% всех групп мышц тел человека. Но, как и в любом деле, при езде на велосипеде для получения максимальной пользы важно придерживаться определенных правил. Тем людям, которые решили все-таки кататься на велосипеде, им нужно помнить следующее правило. Ну, полезнее кататься в сквере, в парке, по проселочной дороге, в зеленой части города, где нет выхлопных газов автомобилей. И если человек решил кататься все-таки в городе, то нужно выбирать такое время, когда движение в городе минимальное. То есть, покупая велосипед, человек должен понимать, где и когда он будет кататься. Кроме того, нужно позаботиться о безопасности. То есть, купить шлем, купить налокотники, наколенники, специальные перчатки, которые будут защищать суставы кисти от повреждений. Велосипед нужно подобрать по своему размеру. То есть, правило такое, сидя на седле велосипеда, скажем так, человек должен пальчиками ноги касаться земли. Не всей подошвы, а пальчиками ноги. Тогда, как бы, велосипед соответствует вашему росту. Согласно данным статистики, каждое второе дорожно-транспортное происшествие, в центре которого, оказывается, велосипедист, происходит по его же вине. Притом, правила, к слову, самые элементарные, как, например, выбор дороги для проезда, нарушаются большинством осознанно и с завидной регулярностью. Я хочу напомнить, что велосипедист должен двигаться по велосипедной дорожке, а при отсутствии данного элемента, он должен двигаться по обочине, тротуару, либо пешеходной дорожке, не создавая препятствий для движения пешеходов. Если уже данный элемент дороги отсутствует, либо невозможно двигаться по данным элементам дороги, велосипедист должен двигаться по краю проезжей части, не далее 1 метра от ее права края. Как бы парадоксально это ни звучало, но о сохранности своего железного коня многие велосипедисты заботятся куда больше, чем о себе. Все реже можно увидеть велосипед, оставленный без присмотра, однако такие случаи все же фиксируются. И чаще всего в милицейских сводках рядом со словами «был украден» или «разыскивается». Больше всего крадут из подъездов жилых домов. Почему-то граждане предполагают, что металлические двери спасут их имущество и берегут от кражи, но это не так. Также из дач, именно из прилегающей территории, когда люди завозят велосипед к себе на участок и уходят, оставляют его без присмотра. Способы сохранности вашего имущества достаточно просты. Это, во-первых, не оставлять велосипед без присмотра по возможности. Затем приобрести два велосипедных замка, чтобы пристегнуть и раму, и колесо. Желательно оставлять велосипед под наблюдением камер. Подводя итог к вышесказанному, стоит отметить, что чаще всего и человеческое здоровье, и техническое состояние двухколесного транспортного средства находятся в руках одного и того же человека, самого велолюбителя. А потому выбор может и должен стоять не между понятиями «садиться на велосипед или нет», а между «по правилам» или «все-таки без». И хочется верить, что сделают его велосипедисты Брещины не в пользу последнего. Праздникам радости, творчества и развлечений в Бресте началась череда мероприятий, посвященных Дню молодежи. И это неудивительно, ведь 2015 год объявлен президентом Беларуси Александром Лукашенко «Годом молодежи». Для молодых людей со всей Брещины насыщенная программа, подготовленная представителями областного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», накануне официальной даты дала возможность проявить многогранность таланта. Многочисленные конкурсы, выступления музыкальных ансамблей и другие сюрпризы от организаторов мероприятия поджидали гостей прямо на улице Советской. О том, как это было, расскажет наш корреспондент София Бережная. Для многих из тех, кто в этот день прогуливался по одной из самых оживленных улиц города, развернувшийся праздник заставил остаться здесь и даже не на один час. Традиционное мероприятие, проводимое активистами БРСМ, ко Дню молодежи, оказалось еще более насыщенным, нежели в предыдущие годы. На площадке у кинотеатра «Беларусь» своим мастерством с горожанами делились ролеры, скейтеры, графисты. Творчество демонстрировали битбоксеры, рэперы и юмористы КВН. По периметру улицы внимание прохожих привлекали тематические площадки. Все было детально продумано для молодежи и сделано ее же представителями. Мы дали старт всем Дням молодежи, которые пройдут во всех регионах нашей области, во всех регионах страны. И сегодня именно здесь у нас в БРСМ собрались самые лучшие, самые талантливые молодежи из всех регионов. У нас присутствует 33 вокалиста, солиста, которые принимают участие в отборочном туре «Молодежь за союзное государство». То есть, кто пройдет, победит в этом конкурсе, конечно же, станет участником международного конкурса в Ростове-на-Дону в сентябре месяце. А также эти ребята примут участие в составе делегации на Славянский базар. Кроме солистов, у нас присутствует очень много танцевальных коллективов. Это заявлено более 16 коллективов, которые представят самые различные танцевальные направления. Это и брейк-данс, это и латино, это и шоу-программы, это и уличные танцы. То есть, очень много-много различных направлений, которые очень сейчас популярны у молодежи. Уникальная в своем роде интерактивная экспозиция под названием «Молодежное подворье» была впервые привезена и представлена в Бресте. Стилизованная под старину площадка с множеством предметов быта прошлых лет, а также вышитыми вручную картинами. Результат активной многолетней поисковой работы жителей поселка Жемчужный Барановичского района семьи Абрамович. Экспонаты, представленные публике любителей истории, собирают давно, а помогают им в этом друзья и знакомые. В коллекции семьи уже немало предметов, однако огромный интерес к страницам прошлого. По-прежнему подвигают на новые открытия. Молодежное подворье сныскало небывалый успех не только среди молодых людей, но и среди взрослых. Есть представлены некоторые экспозиции, которые, я уверен, на процентов 80, а то и даже на все 100. Люди не знают, для чего это. Многие не знают, для чего приспособления, те или другие инструменты. Ну и многое, что мы привезли. Вот такие хитрые вещи, мы называем. Да. Не просто молодежь, приходили дети и школьного, и дошкольного возраста. И что было очень приятно, это дети. Соответственно, да, не знали, что, где, что и чего. Дети, которые с бабушками, бабушки им рассказывали, даже некоторых вещей сами не знали, мы им подсказывали. Вот, так что мы считаем, что мы сегодня провели какую-то такую маленькую экспедицию для некоторых. В масштабном мероприятии, посвященном Дню молодежи, принять участие съехались ребята со всех регионов Брестской области, представители различных клубов и субкультур. Показать свои способности, посостязаться со своими сверстниками в конкурсах «Огонь танца», «Битва диджеев», попробовать свои силы на отборочном туре областного этапа конкурса вокальных исполнителей в рамках фестиваля «Молодежь за союзное государство». Все это смогли талантливые и одаренные берестейцы в этот день. Мы хотим показать, что у нас молодежь разноплановая, что сегодня в государстве созданы условия для развития молодежи, для поддержки молодежной инициативы. И самое главное, что сегодня мы какую-то цель преследуем, у нас в Республиканском союзе молодежи создана концепция проведения Дня молодежи с финалом проведения на Славянском базаре. 11 июля этого года. То есть победители сегодняшних областных этапов, танцевальных движений, битвы диджеев, они будут представлять Брещину на Дне молодежи на Славянском базаре. Организаторы действия постарались сделать все для того, чтобы каждый подросток смог самореализоваться в выбранном направлении, будь то творчество, спорт или интеллектуальные увлечения. Им это, несомненно, удалось. И это неудивительно. Год молодежи обязывает. Главная вещь поддерживать молодежное движение, потому что наш состав молодежный, в основном молодежь. И мы всегда очень рады участвовать на молодежных мероприятиях. И когда нас приглашают, мы всегда готовы к этому. Очень важно проводить такие мероприятия. Важно, чтобы наша молодежь была чем-то занята и влаживалась в творчество, в какие-то новые направления искусства. Такие вот, например, как роллеры какие-то сейчас новые. Ну, я это понимаю, что это коньки, самокаты и все остальное. Вот бигбоксеры направления. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В последние дни июня сюрпризов от небесной канцелярии не ожидается. Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Сохранится умеренно теплая погода. В воскресенье, 28 июня, на Брещене в ночные часы синоптики прогнозируют 11-13 градусов тепла и до 22 со знаком плюс в течение дня. День пройдет без дождя, но с северо-восточным ветром. Уже в понедельник, 29 июня, в Брестском крае пройдут дожди различной интенсивности. В некоторых районах прогремят грозы. Ветер в течение дня свое юго-западное направление менять не будет, но во время гроз усиление его будет заметно. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 13-22 градусов. Ночью не более 13, днем 20 до 22 градусов выше нуля. Атмосферное давление существенно не изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин